На Медневталице был заложен большой серый символический камень в основании будущего центра бокса, трехэтажного спортивного сооружения на улице Просторной, с универсальным и с тренажерным залами, с двумя рингами и с мобильными трибунами на 150 мест. Центр бокса пока существует лишь в макетном варианте, но по мнению власти и боксерского истеблишмента в недалекой перспективе он станет центром спортивного кластера на родине легендарного героя-разведчика русского Джеймса Бонда времен Великой Отечественной Николая Кузнецова. Я уверен, что Талица будет славиться не только родиной легендарного разведчика Николая Кузнецова и своим молоком, но совсем скоро Талица будет настоящей кузней кадров наших спортсменов для нашего региона, для нашей страны. Губернатор Евгений Куйвашев и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев взяли в руки строительные мастерки, чтобы накрепко забетонировать в камень на долгую память плиту из черного мрамора с точной датой спортивно-исторического события, после чего вип-гости в три руки нажали не менее символичную большую красную кнопку, от прикосновения которой начался небольшой салют. А пока пять фейерверков догорали, минут десяти ходьбы от улицы Просторной, Талищане бродили по необычному новому скверу со звездой и со светильниками, похожими на пять огромных стеклянных одуванчиков в три человеческих роста высотой, рядом с ними БМП на постаменте и мемориальная зона сквера с каменными пилонами в память о героях Афгана и Чечни, к подножью которых в день открытия парка власть опустила алые цветы и преклонила колено. Но о том, как рейтинговое голосование таличан преобразило бывший городской пустырь на улице Кузнецова, мы еще поговорим, а пока о боксе и о боксерах. Их пока в Талице около ста человек. И провинциальные парни крепкого телосложения в понедельник все глаза проглядели, выискивая в толпе властного окружения своих спортивных кумиров, в том числе нашего земляка, олимпийского чемпиона Егора Михунцева. Кроме него в Талице побывали известные боксеры, в числе которых был и Александр Беспутин. Немногословный, непобежденный, профессиональный боксер. А также главный тренер нашей сборной по боксу Виктор Фархуддинов, который месяца через полтора повезет спортсменов в Токио на Олимпиаду. Проект центра бокса прошел госэкспертизу. На его строительство будет выделено 200 миллионов. Откроется спортивный дворец в конце следующего года. Бокс – это тот вид спорта, который любому человеку в жизни пригодится, заявил Умар Кремлев, аккуратно разглаживая мастерком бетон в каменном углублении. А губернатор уточнил, что таких боксерских центров в области будет построено 5 штук. Талицкий – второй по счету. Мемориальная часть сквера воинов-интернационалистов на улице Кузнецова официально открылась еще в прошлом декабре. Теперь ее дополнили детская площадка в форме пятиконечной звезды и общая зона для прогулок с восьми лепестками, со скамейками и ухоженными газонами. Благо устраивали сквер в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с прошлого года и обошелся ренессанс почти в 35 миллионов рублей. Самая хрупкая композиция в сквере – стеклянные одуванчики с подсветкой, которые смотрятся эффектно и днем, и ночью, и с земли, и с высоты птичьего полета. Авторы проекта столь хрупкую конструкцию в общественном месте объясняли просто, дескать, житейские ветра раздули парашютики героических семян души воинов-толичан по горячим точкам страны и мира. Да, все это выглядит очень хрупко, но власть не поскупилась на такую красотень, даже если она недолговечна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok